С 1 января 2019 года вступят в силу новые кодексы. Нарушителям будут выписываться штрафы или же предупреждения. Штрафы делятся на 8 категорий. К примеру, минимальная ставка штрафа для физических лиц составляет 1 тысячу сомов, а максимальная она достигает 17,5 тысяч сомов. Для юридических лиц максимальная ставка штрафа составляет 55 тысяч сомов. Создание единого реестра преступлений и нарушений закона было поручено Министерству внутренних дел Кыргызской Республики. Наряду с этим было организовано 32 субъекта, которые будут регистрировать общие сведения о нарушениях закона. На сегодняшний день МВД, чтобы полностью внедрение единого реестра нарушений, полностью мы готовы. Сделано было необходимое мероприятие, чтобы функционирование этого, именно работа эта система, изменение законодательства, который подписанным указом президента, нашим уважаемым президентом Сором Большарьевичем. Все нарушения будут регистрироваться в реестре преступлений и нарушений закона в электронном варианте. Следовательно, будет возможность следить за единой информационной базой, начиная от составления протокола, вплоть до оплаты штрафа. Протоколы, которые будут составлены на бумаге, сразу же попадут в электронный реестр. Обслуживание банков тоже включено в реестр. Мало того, в электронном реестре будут фиксироваться дата, время и место составления протокола. В случае нарушения закона, электронная информационная база в короткие сроки выдаст всю информацию о нарушителе по его идентификационному номеру. В кодексе о нарушениях прописано четко, что все взысканные штрафы будут попадать в органы, в государственный, в республиканский бюджет и органы местного самоуправления. Естественно, те штрафы, взысканные за те статьи, которые налагают органы местного самоуправления, будут поступать в местные бюджеты. Для эффективной реализации кодексов, которые вступят в силу 1 января 2019 года, правительством республики было выделено 84 миллиона 274 тысячи 326 сомов. Эти средства были направлены на оснащение кабинетов допроса необходимой звука и видеозаписывающей аппаратурой. Во всех многоквартирных домах, чтобы вот эти нарушения применять, нужно уже ставить видеонаблюдение, чтобы людей дисциплинировало все это. И тогда у нас будет город чище, тогда у нас не будет вот таких правонарушений мелких. И это все делается для того, чтобы в городе был порядок, чтобы город был чистым, зеленым. В настоящее время Министерство внутренних дел Кыргызской республики в полную силу готово реализовать проект создания единого реестра преступлений и нарушений закона. Бегаим Бегалиева, Арстанбек Дукуев, Новости Ошпери.